В эфир возвращается программа на спорте и сегодня мы вновь говорим о футболе. Благо повод для разговора весьма приятный. Всем здравствуйте, меня зовут Антон Погодин, а не так давно завершился розыгрыш Межрегиональной Федерации Футбола «Золотое кольцо», в котором выступали футболисты Кировского факела, завоевавшие бронзовые медали турнира. Об итогах сезона 2021 года мы сегодня поговорим с директором футбольного клуба «Факел» Алексеем Орловым. Алексей Михайлович, я рад вновь приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Алексей Михайлович, если смотреть на таблицу, то результат для вашей команды вполне неплохой, по крайней мере, мне так кажется. После прошлогоднего четвертого места, все правильно, в этом сезоне «Факел» стал бронзовым призером «Золотого кольца». А как оценивают сезон в самом клубе? Если брать на длинную дистанцию, то, конечно, финиш на третьем месте для нас успешен, потому что складывались так последние туры, что мы могли и выпасть из призовой тройки. Если брать именно начало сезона, то, конечно, подготовительные сборы, мы немножко замахивались на другой результат. У нас очень был боеспособный коллектив, хорошие, прошли сборы качественные. Но немножко мы допустили ошибку в начале чемпионата, когда начали ездить на двойные выезды. И по нашей же просьбе это была, конечно, ошибка этих очков. Нам не хватило, наверное, и в сумме с травмами, с какими-то другими обстоятельствами, чтобы подняться на более высокое итоговое место. Какие впечатления вообще сезон оставил? Сезон интересный, добавились новые участники, уже такой полноценный хороший чемпионат. 22 игры у нас было, 12 участвующих команд, ровные коллективы, преподносящие сюрпризы. Не было таких явных аутсайдеров, которые условно можно обыграть там 8-10-0. Все матчи ровные, интересные, непредсказуемые. Интересно было то, что мы сыграли такой, скажем, рваный, да, у нас рваный был результат. Мы выиграли 14 матчей, проиграли 8. У нас такие бескомпромиссные игры были. Мы либо выигрывали, либо проигрывали. То есть мы всегда играем на победу, но все-таки какой-то промежуточный результат тоже бы добавлял нам очки. Немножко расстроило, что очередной год нам не приехали команды, была неявка коллективов. Конечно, это подпортило впечатление, а так в целом 3-й ревизион «Золотое кольцо» считаем, что мы развиваются. Растет уровень судейства, растет организация турниров, коллективы подбираются более ровные. Поэтому смотрим с оптимизмом вперед и надеемся, что дальше только будет лучше. Я в этом году посетил почти все домашние матчи «Факела». И помню хорошо первый домашний матч, в котором ваша команда обыграла шинник 2004 года рождения с минимальным счетом 2-1. Если честно, тогда игра, которую показал «Факел», была не самой зрелищной. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Тут как бы спорить, наверное, не имеет смысла. Но постепенно команда все-таки форму набрала по ходу сезона. Когда произошел какой-то некий сбой, может быть, или в чем причина? Первый матч, конечно, это еще с предстартовым волнением. Это еще какой-то недостаток игрового тонуса. Поэтому первый матч, матч открытия с очень хорошей, интересной командой шинник 04 был сложный. Но главное, что мы выиграли. Набрали мой ход. Где-то после пятого матча, когда уже втянулись в чемпионат, когда прошли сложные выезды. И, в принципе, все равно у нас немножко было неровно, волнообразные у нас были игры. Поэтому еще предстоит это все проанализировать, почему у нас так произошло. Основная цель, итоговое место в тройке – это самое основное. Вы уже сказали, что все выездные матчи вы проводили на выезде. И причем сделано это было по вашей просьбе. Может быть, еще с этим связано, что результаты именно на выезде так скакали? Да, спаренные матчи у нас были два выездных матча. Это была наша просьба на совещании в Золотом кольце, объясняя почему. Туры третьей лиги стоят по будним дням, по средам. И, соответственно, например, поехать в условную Вологду, в Череповец, у нас поездка занимает три дня. Это очень сложно для ребят в плане основной работы, в плане вообще логистики. Это надо нам выезжать во вторник, играть в среду, и мы возвращаемся, например, в четверг только после обеда. Это сложно. Это сложно и для остальных коллективов, которые к нам приезжают. Но нужно учитывать, что им надо приехать к нам один раз, а у нас таких выездов очень много. Мы попросили в качестве эксперимента. Часть эксперимента была в том сезоне и прошла успешно. Вот мы попробовали, что почти все у нас было четыре спаренных выездных матча по две игры. Один матч в пятницу, второй матч в воскресенье. И вот этот наш эксперимент провалился. Если мы первый матч, например, играли хорошо, были свежие, то на второй матч у нас банально не хватило времени на восстановление. И я так думаю, что мы в следующем сезоне от этого опыта откажемся. Удалось ли вот в этих спаренных матчах хотя бы в одной из серий взять все шесть очков? Вот это как раз был четвертый спаренный выезд. Ростов Великий, Гаврилов Ям. Мы уже в коллективе, в нашем футбольном клубе уже шутили. Но все равно когда-то же должно сыграть, что мы два матча обыграем. Ну, тоже были два очень тяжелых матча, поэтому будем от этого отходить. То есть в следующем сезоне уже таких спаренных выездных матчей ваша команда предлагать не будет? Да, мы откажемся от спаренных матчей, но будем также просить, чтобы нам вставили выездный тур на выходной день. В связи с тем, что футболисты ваши также работают и, соответственно, в будние дни сложнее отпроситься у своего работодателя. Правильно, Патяна? Ну да, все правильно. Вот первая часть третьего чемпионата для вашей команды выдалась весьма удачной, потому что вы дома, например, обыграли гвардеец 5-1, Ростов Великий 6-2. То есть, в принципе, победы были уверенные, крупные. Потом был неплохой по движению матч в Вологде, я его смотрел, и там все решил. Один забитый мяч с дальнего расстояния. Вот футболист 10 раз так пробьет, мне кажется, забить один-два раза сможет, ну, не больше. А что пошло потом не так? Начался спад, травмы подвели? Или дело вот все в том календаре, в рваном и в выездах по выходным дням спаренных? Первая причина – это как раз вот рванный календарь, который не давал нам возможности полноценно готовиться к туру, чтобы был у нас недельный цикл с планированным планом тренировок. У нас все было очень разбито, очень рвано. Во-вторых, как я уже говорил, очень ровный чемпионат. Если посмотреть по дистанции, чемпион турнира Вологда потерпел поражение, играл в ничью Череповец второе место, проигрывал, играл в ничью. То есть уже нет таких команд, которые могут пройти всю дистанцию ровно. У нас коллективы боевые, хорошие, крепкие, и все преподносили друг другу сюрпризы. Если вот даже брать пример гвардеец Ковров, я не помню, какое он итоговое место занял, седьмое, восьмое, но они обыграли дома, причем уверенно обыграли дома чемпиона Вологду. Это говорит о том, что здесь нет слабых походных соперников. Да, были у нас определенные спады в физическом состоянии, как раз из-за того, что у нас получилось два спаденных выезда, потом мы играли через три дня дома, и потом опять едем на выезды. В общем, у нас все перемешалось в такую немножко кучу, где уже времени на тренировок просто не хватало. Мы приезжали, восстанавливались, играли, приезжали, восстанавливались, играли. То есть времени на тренировок вообще не было. Да, и вот это одна тоже из основных причин, почему у нас вот так все получилось рвано. И, соответственно, и вот, как я говорил, 14 побед, 8 поражений, я тоже склонен думать, что у нас вот все из-за этого рваного ритма, рваного календаря. Опыт профессиональных команд показывает, что пройти ровно весь сезон, всю дистанцию позволяет достаточно длинная, глубокая скамейка. Как с этим обстоят дела в вашей команде? Насколько укомплектован был состав в этом сезоне? Всем ли довольны? И, может быть, там уже на следующий год какие-то есть наметки по кадрам, по футболистам? Без травм, наверное, ни одна команда не может обойтись в течение сезона. Это нормальное состояние, к этому нужно быть готовым. Да, у нас были, наверное, процентов 80 матчей мы играли боеспособным составом. Часть ребят у нас выпадала из-за болезней, из-за травм, из-за желтых карточек. Но скамейка у нас достаточная для того, чтобы, скажем так, незаметно делать ротацию состава. Поэтому на это мы не жалуемся ни в коем случае. И состав был у нас укомплектован. Молодые ребята тренируются с нами, готовятся тоже. Но, конечно, их не так достаточно, как хотелось бы. Также хотел сказать, что работает у нас спортивная школа, Ветшор, от которой мы, как является у нас выходом к нашей взрослой команде, конечно, недостаточно еще, чтобы у нас там футболисты пополняли хорошо команду. Но если брать уже на дальнюю перспективу, то появляются неплохие ребята. И надеемся, что пройдет время, когда, может быть, не так скоро, что уже будут наши воспитанники и выступают в третьем дивизионе, а может быть, и еще выше. Давайте вернемся к прошедшему сезону. В середине сезона, к этому рваному календарю, о котором вы говорили, добавилась еще одна проблема. Это неявка соперников в Киров. Вы уже об этом сказали. Чем мотивировали соперники не приезд в Киров? Тем более, как вы уже опять же сказали, что им всего в Киров нужно приехать один раз. Мотивировали по-разному. Команда Шинником написала письмо, что были экзамены у ребят. В последний момент команда Волочанин сослалась на травмы, как и команда Агат. Конечно, это все неприемлемо. Руководство Золотого кольца нас полностью поддерживает. Один раз в Киров, я думаю, что можно спланировать, подготовить и приехать, потому что наши болельщики ждут матча. И три неявки такое, к сожалению, первый раз за четыре сезона, которые я в команде. Это было первый раз. И все структуры, и Золотое кольцо, и наше руководство очень этим недовольны. Произошло изменение в регламенте, что мы вынесли вопрос, чтобы ужесточить наказание за неявку команды. Произошло изменение в регламенте, теперь за неявку 150 тысяч команда получает штрафа, да, и три очка снимаются. Я думаю, что вот это решение побудет соперников как минимум задуматься о том, стоит ли ехать в Киров. Или есть свободное 150 тысяч, чтобы туда не ездить. Ну, я надеюсь, я почему спросил об этом, о неявке команд, потому что, как мне кажется, именно с этим еще связана некая потеря игрового тонуса команды, потому что когда не приезжают две команды подряд, потом в матч, потом снова команда не приезжает, то футболисты игровой тонус теряют, потому что им всегда нужно находиться в игре, и тренировки там, ну, игры не заменят, наверное, согласитесь. Конечно, у нас вот как раз тренировки произошли в период с конца июня по август, и вместо условных семи игр мы сыграли четыре, что, конечно, это тоже сказывается. Еще вот этот игровой тонус, который потеряла ваша команда, или, по крайней мере, немножко он упал, возможно, сказался на ваших выступлениях в Кубке Кировской области. Ведь в этом турнире вы тоже принимали участие. Какие задачи ставились на этот турнир, и стояла ли задача обязательно победить в нем? Задача стояла победить. Кубок – это наша головная боль, это наша, скажем так, мечта на областном уровне. Если мы первенство в области еще выиграли, я еще был в качестве главного тренера, то кубок в качестве главного тренера не покорился ни мне, ни пока Александру Сергеевичу Захлестину. Были близки, опять же, был очень тяжелый путь. Мы начали с одной четвертой финала с командой «Фанком-2», которая привезла московских футболистов. Мы их обыграли счетом 1-0. Дальше была команда «Вектор». В полуфинале тяжелейший матч, очень тяжелый матч. Один из самых тяжелых за мою карьеру в «Факеле», даже в профессиональном футболе. Аналогично я назову матч, когда мы в Иваново, проигрывая 3-0, смогли переломить матч. Было с «Вектором-2» удаление у нас вообще. Казалось, что все идет против нас, но ребята достали просто все из себя, все, что возможно. И показали, что команда и характер, и коллектив еще и значат, и немало значат в футболе. Ну а финал «Динамо-Киров», США-5 «Динамо-Киров», не знаю, как правильно назвать команду. Опять же, усиленная московскими футболистами, хоть и позиционирует себя «Динамо-Киров», для нас это, конечно, было, скажем так, открытием, потому что у нас играли чисто кировские футболисты, которые выступали в третьем дивизионе. Но это нас не оправдывает. Полностью наш матч, полностью наш матч. Не хватило двух основных футболистов, которые были удалены в полуфинале. Еще раз говорю, это такая боль, что кубок, я думаю, все равно мы когда-то покорим эту вершину, и она будет в коллекции футбольного клуба «Факел». Пока такой незакрытый гештальт у вас. Конечно, да. Ну я надеюсь, что в следующем году этот турнир в области также будет проводиться, ну и у вашей команды появится еще один шанс все-таки завоевать трофей, потому что какой бы турнир ни был, но это все равно трофей, это пополнение своей трофейной комнаты. Ну конечно, да это, скажем так, престижный турнир, и кубок области всегда котировался, даже, мне кажется, возможно, и сильнее, чем сам чемпионат области. Давайте кратко о планах на межсезонье. Сейчас у нас команда находится в небольшом отпуске, собираемся с ребятами. В ноябре начинается у нас подготовка к чемпионату третьего дивизиона, который будет включать в себя мини-футбольный турнир. Дальше у нас традиционное первенство на снегу, первенство снежинки, подготовительные сборы, март-апрель, и турнир ветеранов, также традиционный, чемпионат третьего дивизиона. Но чемпионат уже начинается где-то в мае, наверное. Да, обычно начало мая. Ну что ж, будем жить новыми турнирами, ожиданиями новых футбольных баталий, футбольных матчей. Напомню, что сегодня гостем программы на спорте был директор футбольного клуба «Факел» Алексей Орлов. Меня зовут Антон Богодин. Большое спасибо. До свидания. До свидания. На спорте.